МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. Меня зовут Дмитрий Шкузин. И сейчас коротко о главном. В Красноярске во время пожара умерла пожилая женщина. Она была лежачей и не смогла покинуть квартиру. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дореволюционный колокол сегодня водрузили на башню храма в селе Барабанов. Он пролежал в земле почти век. Об уникальном событии смотрите в сюжете Сергея Григорьева через 3 минуты. В Красноярск решили чемпионат мира по борьбе, где теперь пройдут соревнования. Начинаем выпуск новостей с происшествия. В Красноярске загорелась квартира на правобережье. Один человек погиб. Все произошло рано утром в пятиэтажном доме на Вавилово, 49. Пожар начался в квартире 90-летней пенсионерки, которая не могла ходить. Едкий дым сначала почувствовали соседи. Они выбежали на лестничную клетку и вызвали пожарных. Соседи погибшей рассказали, что та часто курила прямо в квартире. Курила сигареты под 90 и все, не бросила курить. Ну как это можно? Ну конечно, я считаю, что надо было ее определить уже где-то. Ну, чтобы присмотр был. Она такая недееспособная. Ну нельзя же бросать одну в таком состоянии, оставлять людям-то каково. Пожар удалось потушить спустя 40 минут. По данным МЧС, спасатели эвакуировали из дома 20 человек, в том числе семерых детей. Сейчас в некоторых квартирах все еще выломаны двери, а в подъездах нет света. В Красноярске скончалась жена певца Ярослава Сумишевского. Наталья находилась в коме под наблюдением врачей Красноярской краевой больницы. Но спасти ее не удалось. Об этом певец рассказал сегодня в своем профиле в Инстаграме. 29 января он вместе с женой попал в ДТП по дороге в село Солгон Ужурского района. Там у Ярослава должен был пройти концерт. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с газовозом. Наталью сразу доставили в больницу в Назарово. 1 февраля, когда состояние стабилизировалось, ее на вертолете перевезли в Красноярск. Все это время она находилась в коме. В этом ДТП прямо на месте скончался председатель союза десантников Красноярского края Александр Гуляков. Он находился за рулем. Сам Ярослав в результате ДТП почти не пострадал. Его выписали из больницы на следующий день после аварии. Сейчас в Москве его ждет маленький сын Мирослав. Чемпионат мира по борьбе перенесли из Красноярска в Белград. Об этом сообщили на сайте Федерации спорта. Все из-за громкого допингового скандала в России. Чемпионат должен был пройти в нашем городе в 2022 году. Причиной такой рокировки стало решение спортивного арбитражного суда. Теперь наша страна не может принимать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира до конца 2022 года. Спортивный арбитражный суд в своем решении подчеркнул, что чемпионат мира по борьбе может пройти в России в 2023 году. Уникальный дореволюционный колокол сегодня водрузили на башню храма в селе Барабаново под Красноярском. В 80 лет церковный компан был скрыт под землей в Самаре, но голос ему вернули красноярские байкеры. Почему маленький колокол имеет большое значение для истории всей страны, расскажет Сергей Григорьев. Старинный церковный колокол в руках красноярских байкеров. Скрип стремянки под их ногами уже скоро сменится благодатным звоном. Внизу заждались прихожане. Что так долго? Долго-долго. Лестницу разобрать надо и вниз. Подними. Да, нормально. Тут мягко. Затянут. Одних колокольный звон трогает чисто физически, говорят, воздух колеблется, других метафизически, задевая душу. Какая, по сути, разница, если действует на всех? Подождите, а что вообще байкеры делают на колокольне, спросите вы? Члены Красноярского мотоклуба, оказывается, реставрируют не только Харлеи и Уралы. В 2020 году они взялись за восстановление уникального дореволюционного колокола. Мотоциклисты давно живут бок о бок с настоятелем и прихожанами храма Пороскевы-Пятницы в Барабаново. Дело не в их вероисповедании. Признаться, большая часть из них вовсе не праведники. Земляки бьются за историю родного края. И этот небольшой колокол на самом деле большая культурная находка. Церковь Пороскевы-Пятницы в селе Барабаново пережила жестокое отношение к религии, вере и православию Советского Союза. Но, к сожалению, 98% отлитых до революции колоколов этого отношения не пережили. Как мы помним, их буквально срывали и выкидывали на землю, они разбивались. И, к сожалению, только 2% сейчас удалось восстановить. Это большой успех, если в Красноярске найдутся хотя бы 5 подобных колоколов, отлитых до революции. И вот сегодня поистине уникальное событие случилось в селе Барабаново. Здесь на колокольне водрузили как раз такой реконструированный объект. Получается, что важно это не только для веры, религии, но и для культуры и истории Красноярского края. Новый старый колокол пролежал в земле под Самарой 80 лет. Покрылся налетом и почти утратил способность говорить. Но редкую находку забрали в Красноярск, где за дело взялся член мотоклуба Александр Шестаков. Свой звук колокол вновь приобретал в мастерской на тех же станках, где оживают детали брутальных железных коней. Необходимо сделать щадящую очистку внутренней части, чтобы не повредить сам колокол и чтобы он не потерял свой голос. Храм святой великомученицы Пороскевы Пятницы в Барабаново впервые после глубокой комы заголосил несколько лет назад. Уже более 10 лет его восстановлением руководит настоятель Алексей Язев. Считает и его заслуга, что памятник архитектуры деревянного зодчества не рухнул, выдержав 160 лет. Поразительно, но на реконструкцию уникального места в регионе до сих пор не нашли денег. Власти пока только обещают включить строки в бюджет, а бизнес не торопится поддержать проект. Господь – великий шутник. Он иногда просто не допускает вот эти вот кошелечки денежные на ножках доходить до храма. Иногда нужна какая-то пауза для того, чтобы произошло что-то. Ну, рождение души, например. И поэтому, кроме физики, там, постановления губернатора, там, денежных мешков, есть еще и метафизика. Значит, Господь так решил, что вот именно здесь, сегодня, вот на этом развороченном снегу нам с вами стоять, чтобы через пару лет, допустим, уже вот здесь лазить по лесам и смотреть, как возводится, реставрируются уже новые деревянные стены. Действительно, иначе как шуткой Господа не назовешь тот факт, что до сих пор один из самых популярных в интернете красноярских храмов еще не нашел мецената. А ведь настоятель самим своим бытием делает это место привлекательным. Это весьма нестандартный священнослужитель. Он ведет рубрику на Фейсбук, снимает сторис в Инстаграм, а когда в сети просит пожертвования, что случается редко и исключительно на конкретные дела, то шутит, что, мол, на ваши деньги, конечно же, местный поп купит себе очередной спорткар. У меня супруга всегда говорит, язвен, ты опять язвишь. У меня даже не сформулирован вопрос, я даже не знаю, как его правильно задать. А вот что в голове есть, вываливаете, там разберемся. Ну, как так? Мы все живем в плену стереотипов, понимаете? Байкеры кто? Уроды. Какие-то пьяницы, какие-то маргиналы. Сатанисты. Сатанисты в том числе. А здесь происходит совершенно другой вариант. Понимаете, в чем дело? Это, наверное, нормально стереотипическое мышление. То есть, если милиционер, он плохой, если жулик, он отвратительный, если там поп, то он пьяница на Мерседесе. И вот главная задача меня, как священника, христианина, вот эти самые шуры с глаз людей снимать. Я хочу показать, что христианство – это прежде всего свобода. Но не свобода от условностей жизни, от супруги, от родителей, а свобода от своего греха. Узнать больше об истории уникального храма всего в 60 километрах от Красноярска можно, например, подписавшись на Алексея Язева в Инстаграм. Его можно найти там по никнейму «Падре из тундры». Сергей Григорьев, Сергей Токарев, Новости ТВК. А сейчас к свежим данным по коронавирусу. За последние сутки в Красноярском крае выявили 278 новых случаев заражения. Из них 81 в Красноярске. 200 пациентов выздоровели, скончались 24 человека. При этом сегодня Красноярский край преодолел порог в 58 тысяч зараженных. Что касается данных по России, сегодня по всей стране коронавирус нашли почти у 17 тысяч человек. Еще 497 скончались. По числу выявленных случаев за все время пандемии Россия накануне спустилась на пятое место долгое время. Страна занимала четвертую строчку. Также во Всемирной организации здравоохранения сегодня заявили, что динамика заражения замедляется, а вакцинированных в мире уже больше, чем зараженных. Сейчас мы прервемся на короткий анонс и рекламу. После продолжим. Телефон редакции 200-00-65. Красноярцам показали почти достроенный причал на острове Татышев. Куда можно идти кормить уток, расскажем через три минуты. И как всегда по субботам проект Натальи Кечиной, кинохроники Красноярья. Сегодня о вечной мерзлоте и как ее осваивали в Советском Союзе. Это новость с ТВК. Мы продолжаем. На острове Татышев появился причал. Новое место для прогулок красноярцев почти готово, говорят в мэрии. Речь идет о пирсе справа от Вантового моста, если идти со стороны острова. С потеплением там планируют закончить озеленение, а также установку освещения. Рядом с причалом также должны появиться прогулочные дорожки и городок для детей. Однако прогуляться там можно уже сейчас. В мэрии советуют захватить с собой лакомство для уток и просят бережно относиться к пирсу. Три дня соревнований, 90 спортсменов из разных уголков страны и 4 комплекта медалей. В Красноярске завершилось первенство по фигурному катанию на коньках среди юниоров. В нашем городе оно прошло впервые. Подробности в сюжете далее. Отточенные до идеала элементы, пластичность и харизма. Вот она, идеальная формула для спортсменов-фигуристов. Возможно, именно благодаря ей ученица Этери Тутберидзе юная Софья Акатьева и победила в одиночном катании на первенстве по фигурному катанию. И таких юных дарований на соревнованиях 90. Спортсмены приехали в Красноярск показать себя и пройти отбор в российскую сборную. Выступления были как одиночные, так и парные. Среди юношей в лидеры выбился ученик Алексея Мишина Евгений Семененко, а однозначной победительницей в женском одиночном катании стала Софья Акатьева. Что касается пар, то на пьедестале оказались Арина Ушакова и Максим Некрасов, а также Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Организаторы мероприятия рассказали, что за соревнованиями внимательно следили не только во всей России, но и во всем мире. Мы сегодня получили первую статистику, более полумиллиона просмотров у нас интернет-трансляций этого события. Телевизионные трансляции также в большом количестве и в большом объеме позиционировали в том числе наш город, Красноярск. На всероссийском масштабе были трансляции за рубежом, поэтому мы считаем, что с точки зрения продвижения нашего бренда, продвижения Инсейской Сибири, продвижения города Красноярска, это мероприятие дало свои плюсы. В развитии региона и молодых спортсменов заинтересована не только власть, но и крупнейшая компания. За продвижением бренда Красноярска следит крупная экосистема Сбер, партнер первенства по фигурному катанию в Красноярске. Заместитель управляющего Красноярским отделением Наталья Витковская рассказала, что спорт – это одно из приоритетных направлений экосистемы. Мы всегда поддерживаем молодых ребят, пропагандирующих здоровый образ жизни. Мы гордимся своей зимней универсиадой, которую мы провели совместно. Совместно Сбер здесь снова выступил спонсором проведения вот такого мероприятия главного. И очень радостно, что инфраструктура созданная, она не простаивает, что это позволяет привлекать новые масштабные крупные спортивные проекты в наш регион, что очень важно как для спортсменов, так и для горожан, и, безусловно, для всего региона. И, похоже, попытка сделать Красноярск спортивной столицей может состояться. Уже 7 марта в городе стартует этап Кубка мира по фристайлу, а в сентябре спортсмены со всего мира приедут в центр Сибири, чтобы побороться за гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Данила Ремпель, Полина Михальчук, Владимир Антонов. Новости ТВК. Как всегда по субботам проект Натальи Кечиной, кинохроники Красноярия, из таймырского фильма «Фонда». Сегодня о вечной мерзлоте и как ее осваивали в Советском Союзе. Как и большинству наших сограждан, которые никогда с мерзлотой не сталкивались, она представлялась нам, ну, отклонением от нормы, что ли, курьезом северной природы. Но поскольку вечная мерзлота занимает 47% территории страны, какие уж тут курьезы. Даже всемирно известных наших черноземов в шестеро меньше. Еще в прошлом веке ученую мы всерьез озадачивались на тему «Благо или проклятие природы – это вечная мерзлота?». Оптимисты говорили, что берега Лены когда-нибудь заселят так же густо, как берега Волги. Пессимисты напоминали, что здесь постоянные льды, хлебопашество невозможно, а все население отсюда перспективнее, как можно быстрее удалить в более теплые регионы страны. Эпицентр здесь, в Якутии. 3 миллиона 100 тысяч квадратных километров мерзлоты. Всего 3-4 месяца назад здесь был мороз под 60 градусов. Ленинградская студия научных фильмов съемки проводила летом, и тогда здесь было 40 градусов тепла. Правда, и в самую жаркую погоду зима, говорят авторы, никогда не покидает эту землю. Она лишь прячется вглубь, на считанные порой сантиметры, а иногда метры. Иной раз копнешь всего на 3-4 штыка лопаты, и вот он, лед вечной мерзлоты. Мерзлота пришла в эти края больше миллиона лет назад и останется нерушимой до следующего всемирного потопа. Это памятник истории русской науки, шахта Федора Шургина. Русский промышленник вырыл ее за 10 лет, прошел 116 метров и отступился. Дна мерзлоте не было. И если эту шахту не разморозить, она может стоять тысячелетиями. Но вот в этом самом разморозить и есть суть всех здешних проблем. Ведь что такое, собственно, мерзлота? Грунт со льдом, смершийся в монолит. Но выше нуля лед тает, и прочнейший монолит превращается в жидкую грязь. Ниже нуля вода замерзает, а значит расширяется. В природе этот процесс идет постоянно. Зимой верхний слой заберзает, летом оттаивает. И все это отражается на земной поверхности. В одних местах земля растрескивается, в других вспучиваются, рождаются странные бугры, ядро в которых лед. На севере в тундре иногда появляются такие вот квадраты, которые ученые называют полигонами. И они весьма похожи на дело человеческих рук. Целые озера образуются на месте вытаивших участков мерзлоты. Потому-то их так много в Якутии. Более 700 тысяч. Словом, здешняя природа играет. Но как бы ни портила она своими играми лик Земли, с нашей, конечно, человеческой точки зрения. Она сама все и залечит. Дайте только время. Это ведь живая система. Хуже, когда начинаем действовать мы, люди. Действовать часто безграмотно и безоглядно. Расплата следует незамедлительно. И не приходится нам тогда ждать милости от природы. Первое, что бросается в глаза в Якутске, говорят авторы, городские панельные пятиэтажки, почти полное отсутствие зелени. Хотя вокруг города сплошная тайга. А все потому, что город, три века не имевший канализации, построил оную без учета мерзлоты, засорив место своего обитания. На соленой почве не растет ничего. Едва не четверть жилого фонда Якутии в аварийном состоянии. Больно бьет мерзлота за неуважение законов, по которым она живет. А строительство? Сплошь и рядом возводят насыпи и дамбы без дренажа. И вот уже расползаются озера в центре города. Заболачиваются их берега. Когда же научимся мы? Прежде думать, потом делать. Правило номер один напоминали авторы фильма не повреждать верхний слой почвы с растительным покровом. Здешним дорожникам это правило прекрасно известно. Но тем не менее, грунт, щебель для полотна они традиционно берут где поближе да подешевле, то есть у самой дороги. Пройдет год, другой, оголившийся лед растает, и дорога просто провалится. Вся наука Якутии стоит на мерзлоте. От биологии до космофизики. О мерзлотоведах и говорить нечего. Приехав к ним в институт, мы не застали буквально ни одного ученого. Все в поле, на экспериментальных площадках. Даже знаменитая подземная лаборатория, где постоянно идут эксперименты с живой мерзлотой, на сей раз пустовало. Короткое якутское лето. Каждый час в счет. Но не везде так бездарно осваивали люди вечную мерзлоту. Тому доказательство Тикси. Крупный поселок на берегу Ледовитого океана. И дома тут не падают, и дороги не проваливаются. Но об этом в следующий раз. Наталья Кичина, Новости ТВК. Что же она такая мерзлота?